В первые годы проведения единого государственного экзамена учителя выяснили, что хуже всего школьники знают именно историю. Что ж, наверное, удивляться не приходится, ведь по музеям, одним из основных хранилищ исторических знаний, современные подростки ходить не очень-то любят. Необычный проект городского центра изобразительных искусств поможет приучить нашу молодежь к музейным залам, а возможно и вырастить целое поколение талантливых художников, уверены организаторы. В залах городского центра изобразительных искусств непривычная для музея суета. Каждый месяц здесь проводятся занятия в рамках проекта духовного воспитания детей. Школьники со всего города знакомятся с историей и шедеврами мировой живописи, да и сами пробуют свои силы в непростом художественном ремесле. Ребенок первое получает информацию теоретическую, когда он, ну, как мы говорим, сходил в музей, то есть он узнал, какой художник, какие у него работы. А второе – это занятия ремеслом. И у детей получаются такие очень яркие работы. И поэтому занятия очень насыщенные, эмоционально насыщенные, информативно насыщенные. Им очень нравится. Для ребят старших классов – лекции по истории живописи от ведущих художников Новосибирска. Ну, а для тех, кто помладше – знакомство с красотой и эстетикой окружающего мира. Ну, вот теперь можно и порисовать. Тоже по чутким руководству мастеров. Первые мазки даются ребятишкам нелегко, но кто знает, может быть, именно здесь сегодня появится новый художник. Как-то понравилось кисточку брать, начинать разукрашивать. Как-то это все интересно и полезно. Мне нравится животных очень рисовать. А почему? Ну, мне нравятся всякие собаки. Мне нравятся больше собаки, чем кошки. Я люблю животных. Ну, мне нравится больше всего делать на мозге. Трандашом. Оксана Гюнтер – учительница младших классов 14-й гимназии. Сегодня она привела на занятия своих учеников, но в результате сама не удержалась и взяла в руки кисть. Все-таки обстановка как никогда располагает к творчеству. Развивает чувство красивого, доброго, хорошего, что, наверное, в наше время очень сейчас не хватает, к сожалению. Художники, молодые и постаршие, участвуют в проекте на благотворительной основе. Для них это тоже своего рода школа. Дети любят рисовать. А почему они любят рисовать? Потому что они как бы создают на листе тот мир, который они видят. Это очень полезно и для детей, и вообще для развития в дальнейшем личности этих детей. На мой взгляд, это воспитание собственного взгляда, способности мыслить независимо, творчески. На самом деле, даже сам вопрос, кажется, странным. Как можно без творчества. Все-таки недаром говорят, что художник живет в каждом человеке. Всех нас завораживает красота природы и восхищают творения великих мастеров живописи. И так иногда хочется взять в руки краски и кисть и, забыв о проблемах и заботах, окунуться в мир подлинного творчества. Субтитры создавал DimaTorzok